Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Викинг Туристик. Мы находимся с вами в Греции, на острове Дасос. Сейчас мы будем инспектировать отель Илеомара. Стоит он 2056 евро на 11 ночей, стандартный номер, с вылетом из Минска. Если вы хотите с видом на море, на 136 евро дороже. Это сейчас данное спецпредложение, на данный момент действует у компании Музенидис. Друзья, если вы хотите поехать в этот отель или в какие-то другие отели по миру, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию, мы будем рады вам помочь. Ресепшн, вытянутый. Главный ресторан. Видите, море там совсем рядом. Зона отдыха под открытым небом. Главный ресторан. Ну, по вашему желанию, их можно пожарить. Ну, если вы поймаете хоть одну рыбку... Красное дешевое, там как раз японцы уводили в знак своего... Пайты, взяли из нее чучело. Ну, не почистили как-то, да. Золотые рыбки. Такую мы не нашли. Вот они их, золотые рыбки. Судя по всему, карпы или кто это. Вот он пляж. Видите, дорога, променад или отель. Пляж. Это парк. Номер 6216. Это стандартный тип номера. Покрытие здесь плитка. Ванная комната. Большая с совмещенным туалетом. Большая кровать. Здесь, видите, раскладной диван еще. Кондиционер здесь индивидуальный. Каждый. Все бесплатно. Интернет бесплатно. Сейф бесплатный. Телевизор. Музыкальный центр. Большой шкаф. Вот он сейф. Небольшой балкон с видом на территорию. И боковым видом на море. Вот он, кондиционер. Номер 3337. Junior's Yacht. Он большой. Санузел совмещенный. Есть фен. Раковина. Ванна-душ. Все аккуратно. Сейф. Покрытие здесь плитка. Одна кровать дополнительная. Плазменный телевизор. Музыкальный центр. Номер большой. Еще вот небольшая тохта есть. Балкон. Ну, с таким креслом-шезлонгом. С видом на территорию и пляж. И море. Вот он, холодильник. Классический бар. Прямо можно в бассейне употреблять напитки. И купаться. Есть пушки. Можно сделать себе гидромассаж. Еще один бассейн небольшой. Бар прямо внутри бассейна. Очень интересно сделан. Небольшой театр здесь. Вот наши коллеги легких путей не ищут. Видите, как ходят. На пляже есть шезлонги. Смотрите, вот мы выходим из территории отеля. Переходим такую вот дорогу небольшую. По пешеходному переходу. И попадаем на пляж. Зонтики-шезлонги здесь будут бесплатно для жителей отеля. И здесь все то же самое. Пляж муниципальный, поэтому его могут посещать любые жители, любые гости, даже не проживающие в этом отеле. Здесь все стандартно. Песок. Вот смотрите, какая красота. Здесь мы видим уже мелкая галька. И пологий вход в воду. Есть вот такие зоны отдыха беленькие, видите? Они стоят 30 евро. Их нужно заранее регистрировать. И вам на 30 евро будут предоставлены напитки, покушать, платить. Ну, по факту не надо, получается, за них. Вы будете напитками и едой брать то, что хотите. Но это у нас за сутки. Вот он сам, весь отель. Отель вытянутый. Он не маленький. Вот она, эта дорога. И вот сразу же у нас пляж. Судя по всему, у них есть велосипеды. Сейчас постараюсь узнать, сколько они стоят. И велосипеды отеля это или это какая-то компания задает их. Велосипеды стоят 12 евро. Неважно, живете вы здесь, не живете. На сутки 12 евро. Если вы не можете продлить номер, потому что занят, то при выезде у них есть душевые кабины. И вы можете сходить на пляж, покушать, погулять здесь. И потом принять душ и ехать уже освежившись. У них нельзя поменять концепцию питания. Халфборд обед на ужин. То есть остаются только завтраки и ужины. Менять нельзя. Вай-фай по всей территории бесплатно. Кондиционеры здесь бесплатно. Это отель 5 звезд. В принципе, все хорошо. Первая береговая линия. Вход, как обычно, песчаный здесь. Хороший отель. Цену я вам называл в начале. Если она вас устраивает, то вы можете брать этот отель. Я думаю, вам он понравится. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах. Какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Субтитры сделал DimaTorzok